В этом году в городе Краснозаводске жильцы коммунальных комнат, аварийных домов получат отдельные благоустроенные квартиры в новом доме на улице строителей. Заселение первых семей ожидается уже в марте. Весной начнется активная фаза по благоустройству придомовой территории, где появятся тротуары и парковка с выездом на дорогу. Здесь строится дом, где будет 38 квартир и 38 семей из аварийных домов получат новое благоустроенное жилье. Этот дом у нас трехэтажный, сделан монолитом, обделывается базальтовой ватой и делается красивый керамический фасад у него. Сроки ввода в эксплуатацию дома конец февраля, начало марта. Дальше планомерная отделка квартир. И мы думаем уже весной или в начале лета семьи будут получать ключи от квартир. Все это будет зависеть от благоустройства. В зимний период зима нам не дает сделать благоустройство перед домом. Качественные работы можно будет сделать после того, как минусовые температуры уйдут и сойдет снег. Значит, хочу отметить, что в городе Краснозаводске и в Сергеево-Пасадском округе масштабно реализуется национальный проект. Планомерное уменьшение аварийного жилищного фонда. Так, например, в городе Краснозаводске сейчас на улице Театральной строится 267 квартир под переселение, здесь 38. Всего в этом году планируется к сдаче около 300 квартир. Это несколько многоквартирных домов, две пятиэтажки, одна трехэтажка. Качество работ регулярно контролируется администрацией и депутатами. На данный момент мы довольны этой стройкой, видим, что никаких сбоев нет. Будем контролировать, как будет происходить отделка и будем с собой брать жителей, которые закреплены за адресами, которые вместе с нами тоже будут проверять качество работ уже в их квартирах. Мы не строим квартиры на продажу. Правительство Московской области, администрация округа строит квартиры только под переселение. Все квартиры, которые будут построены в Сергиево-Пасадском округе, будут бесплатно переданы жителям аварийных домов взамен их аварийных жилых помещений. Поэтому, когда дом строится, сначала делается проект. Проект делается с квартирографией, куда подбирается потенциальное переселение с жилой площадью, чтобы он получил равноценное, равнозначное жилье, чтобы у него не было меньше площади и количества жилых комнат. На этом доме закреплены такие жители, которые подобраны из аварийных домов, под них создана квартирография. Они проинформированы и уже в ближайшее время мы с ними начнем посещать их квартиры в период, когда будет внутренний ремонт во всю идти. Они будут принимать этот ремонт, делать свои замечания и пожелания. На улице Театральной по заказу администрации Сергиева-Пасадского городского округа строится сразу два пятиэтажных многоквартирных дома. Готовность – четвертый квартал 2024 года. В данный момент времени здесь ведется строительство двух пятиэтажных домов. Общая площадь квартир – 267 квартиры. Все квартиры будут бесплатно предоставлены жителям, живущим в аварийных домах взамен их аварийных жилых помещений. Сюда попадут как собственники квартир, которые выбрали способ расселения, предоставление равноценного жилья, так и жители-наниматели, проживающие в муниципальном жилищном фонде. На сегодняшний момент один дом уже, каркас возведен, заведет строительство перегородок и собирают крышу у дома. Дальше будет отделка фасада, установка окон и отделка квартир. Предполагаемая сдача дома – конец этого года. Второй дом собирается монолитный каркас. В течение нескольких месяцев, мы думаем, что где-то середина весны, каркас пятиэтажки будет собран, и тоже параллельно начнется отделка. К дому водоканал прокладывает новые коммуникации на эту территорию, замещая часть коммуникаций, существующих в городе. Таким способом у нас идет реконструкция ряда канализационных и водопроводных сетей. Мы проезжали с вами, видели, как работают краны. Также теплоснабжение подключается от центральной котельной. В доме будут все удобства, все будет оборудовано. А уже летом будет капитально отремонтирована дорога. Благодаря Олегу Петровичу Гаджиеву, областным депутатам, правительство области выделило деньги. И будет сделан тротуар от зеленого поселка до города Краснозаводска. Жители этих домов смогут по тротуару ходить к храму, к парку. Дальше будет создана вся инфраструктура. В перспективе планируется дальнейшее строительство домов, так как программа расселения аварийных домов продолжается. И дальше будет стройплощадка продолжаться, и будет новое строительство новых домов. В городе Краснозаводске на количество жителей есть две большие школы. Обеспеченность местами есть, очереди нет, второй смены нет. Соответственно, в городе Краснозаводске на данный момент запланировано капитальный ремонт и реконструкция школы номер 7. Это самая взрослая школа в Сергиево-Пасадском округе. И вот как только расселение сейчас чуть-чуть толкнется вперед, у нас будет капитальный ремонт школы. Вот эти два дома должны были расти параллельно и в высоту подняться одновременно. Из-за того, что существует технологический процесс проектирования, переподключения жителей, создания нового ЛЭПа. Вот сейчас ЛЭПа будет перенесена в ближайшее время. Уже подрядчики сказали, что в течение двух недель это произойдет. И второй дом начнет нагонять первый. Первый дом идет в графике, второй с небольшим опозданием идет из-за выноса коммуникаций. Евгения Дунина, Глеб Ласов, День города.